добрый день вами империя пик через сегодня я покажу вам как рисовать фоторамку карандашом а если вас интересует тем рисования то внизу по ссылке в описании вы найдете множество других курсов наше заочное обучение заходите обучайтесь вместе с нами рисовать будем в нашем классном скетчбуке империя пикчер у нас есть на более такая не промокайка для маркеров но она нам сейчас не понадобится так как мы будем рисовать карандашом и мы начинаем возьмем карандашик hb и наметим легонечко силуэт рамки нам нужно ее расположить по середине листа поэтому мы измеряем расстояние по бокам и относительно этого уже редактируем смещаем если нужно рамочку она будет видео такого прямоугольника который несколько уходит в перспективу это значит что верхняя и нижняя линия стремятся навстречу друг другу не являются параллельными ну и вот здесь вот будет такая подставочка в общем то это и все боковые линии тоже будут немножко под наклоном прорисуем толщину сбоку здесь небольшую сотрем лишнее и затем прорисуем саму рамочку дальняя часть рамочки будет немножечко уже чем передняя тоже по закону перспективы и нарисуем падающую тень от рамки начинаем штриховать тем же карандашиком hb аккуратным разделим штрихом наклоняя его немного по диагонали до средне серого тона пока вы это делаете вам напомню что в нашей художественной школе открылась заочное обучение теперь вы можете не просто рисовать красивые картинки дома получить дополнительное образование в области изобразительного искусства и сделать свое любимое дело своей профессии ссылочку на заочное обучение вы найдете в описании к этому видео и там же вы можете зарегистрироваться на бесплатные 7 дней заходите обучайтесь вместе с нами штриховать мы также можем и по форме такими штрихами тоже аккуратными при этом старайтесь не выходить за края штрихом вместе с падающей тенью и подставочкой тоже первый слой готов сейчас нам нужно будет создать объем с помощью светотени для этого будем использовать карандаш помягче использую карандаш в 2b для начала за штрихуем нашу толщиночку штрихуем по форме такими вертикальными штрихами до довольно темного тона такой темный серый получается у нас про штриховым на границе можно усилить его сделать еще темнее именно на переломе где у нас потом идет рамочка с лицевой стороны усиливаем вторым слоем и далее начинаем за штриховывать саму рамочку тоже вы здесь вот на переходе будет снизу темная а сверху посветлее чем боковинка она у нас немножечко обликует поэтому получилось вот так вот она состоит из такого материала что-то вроде или глянцевый пластик или такой металл за штрихуем также дальнюю часть рамочки сверху и снизу стараясь это делать равномерно без образования темных или светлых пятен легким штришочком уголочек мы затемняем посильнее снизу сверху тоже немножко затемним и еще раз снизу переходим плавно на уголок формируем угол стираем лишнее ластиком и вот такая рамочка у нас вырисовывается теперь сделаем здесь вот более плавненький переход без пятен легонечко штришочком делаем переходик ослабляя нажим на карандашик здесь вот под рамочкой усилим тень тоже показываю толщину она будет только сверху дальнюю часть фоторамки мы затемним том что здесь тоже срабатывает закон перспективы и то что от нас дальше освещено менее всего штрихуем штрихами по форме далее переходим на подставочку немножечко ее затонируем она будет чуть светлее чем в тарамка но мы ее про стриху им в несколько слоев и нарисуем теперь падающую тень она тоже будет довольно светлой так легонечко по ней проходимся далее затем ним немножко не суд и боковиночки ну и в принципе рисунок готов и я вам напомню что рисуем мы в нашем скетчбуке империя пикчер вы его можете найти в нашем магазине на валберес по поиску империя пикчер а еще вы можете найти ссылочку на валберес у нас в описании к видео вот такой классный принт у скетчбука а ваши рисунки прислайте к нам в инстаграм мы с удовольствием их посмотрим опубликуем у нас на странице ссылки на инстаграм тоже в описании к видео и на этом я прощаюсь с вами не забывайте поставить лайк написать хороший комментарий подписаться на наш канал всем пока и до новых встреч